Говорят, ты не знаешь человека, если не делил с ним наследство. Раздел имущества становится настоящим испытанием и родственных чувств, и элементарной порядочности. А еще случается, что новая родня и тайные дети объявляются уже после похорон состоятельных людей. И горечь от потери близкого человека как-то незаметно оборачивается жаждой наживы. Много раз за свою более чем 20-летнюю практику я слышу замечательную фразу «Я никогда не думал, что мои близкие люди могут так себя вести». Битва за наследство Людмилы Гурченко не утихает уже 8 лет. Кому завещал квартиру актрисы? Один из наследников, ее седьмой муж. Ростовики делали все, чтобы эту квартиру продать, уничтожить вещи. Михаил Евдокимов мог себе позволить содержать не только семью, но и любовниц с детьми. Кому из них понадобилось подделывать его завещание? У нас было заключение, что да, это завещание, оно не соответствует почерку Михаила Евдокимова. В личной коллекции Лидии Руслановой было 132 картины, стоимость каждой из которых сегодня доходит до миллиона долларов. Кому после смерти певицы достались шедевры мировой живописи? Там был Репин, там был Брюлов, там был Ижерих, там был Кустодиев. Что чувствуют наследники, вступающие в битву за состояние известного человека, покинувшего этот мир? И часто ли они приходят к компромиссу? Мария Королёва, единственная дочь Людмилы Горченко, решила всё-таки позвонить матери. Марии было просто физически плохо. Зимой 1998-го она потеряла сына Марка. Через год скончалась любимая бабушка Лёля. Жизнь явно катилась под откос. Единственный человек, который мог понять и разделить эту невыносимую боль – мама. Они проговорили целый час, вспоминали родных, плакали. «Лёля оставила мне квартиру под конец», – сказала Маша. «Такая вот память о бабушке». На другом конце телефонного провода рыдания внезапно прекратились. Повисла тяжёлая пауза. «Вы все хотите моей смерти!» – выкрикнула Людмила Марковна. «Я купила её на свои деньги, ты её не получишь!» – и бросила трубку. Легенда, богиня, примадонна. Как только не называли Людмилу Гурченко. Настоящая звезда со всеми атрибутами. Шикарные наряды, шлейф, скандалы и бесчисленная вереница мужей. Она добилась всего с нуля. Успех, слава, фантастическая популярность. Но внушительного состояния вроде бы положенного звезде, увы, не сколотило. Как ни странно, такая большая актриса, а имущества и ценностей было очень немного. Впрочем, в жизни Гурченко вне экрана и сцены не было ничего голливудского. Что касается копить, мы в основном тратили всегда. На публике королева. Дома она снимала корону и собственными руками шила себе платье и делала ремонт в квартире. Обивка здесь была первоначально другой. Людмила Марковна решилась менять и делать на свой вкус, своими руками, гвоздями, молотком. Гурченко обожала этот дом, построенную собственными руками крепость. Великая актриса даже в страшном сне не могла себе представить, что в погоне за наследством ее родная дочь придет сюда вышибать дверь и что ее личные вещи будут проданы с молотка. Квартиру на Патриарших прудах Гурченко переехала в 2004 году вместе с последним мужем, продюсером Сергеем Сениным. Лишь в последние годы она смогла позволить себе жилье, соответствующее статусу. И поменяла двушку, которую ей когда-то подарила свекровь, на трешку, чтобы разместить огромную коллекцию платьев. В этой квартире на 40 метров больше, чем в предыдущей. И вот эти 40 метров пошли на то, чтобы были не шкафы, что было невозможно, а все-таки гардеробная комната, где можно было спокойно все разместить. 800 платьев и костюмов. Эту коллекцию актриса собирала всю жизнь. Каждую вещь перешивала под себя. Покупала два платья от Кардена и делала из них одно от Горченко. А некоторые эксклюзивные наряды собирала буквально по кускам и дорабатывала в течение жизни. Здесь у нас представлено платье, розовое платье, оно собрано из 12 различных тканевых обрезов. Вот это вот оплечье, это ткань 19 века. В 80-х годах оно было открытого типа. Далее Людмила Марковна его переделала и сделала вот таким. Фильм «Аплодисменты». Аплодисменты во многом автобиографически. Актриса играла актрису. Песни, танцы, гастроли. Все как у самой Горченко. Среди зрителей на этом концерте ее дочь Маша и внук Марк. Они фигурируют на экране в компании мамы и бабушки мельком. Между делом. Впрочем, как и в жизни актрисы. На первой месяце была работа. А потом уже все остальное. Про отношения Горченко с единственной дочерью от второго брака со сценаристом Борисом Андроникашвили говорили многое. Пресса с удовольствием обсуждала их скандалы и домысливала душераздирающие подробности. Да и сама Людмила Марковна горько пожимала плечами. Мать ей, честно говоря, никакая. Она очень жалела, что она не занималась Машей, но у нее не было действительно на этой возможности. Мама для нее была вот актриса, которая приехала и уехала. И вот не сложилась этой теплоты. Мария Королева уже сама была мамой, когда отношения с матерью прошли точку невозврата. Говорят, актриса не смогла простить ей гибель внука, Марка. Ведь ее любимый внук Марк в 16 лет умер от передоза наркотиков. И вот после этого она порвалась с Машей, потому что сказала, какая же ты мать. Горченко решила лишить дочь квартиры, доставшейся Маши в наследство от бабушки. Актриса в свое время приобрела ее для пожилой мамы. Однушка на Красной Пресне, в Волковом переулке. Достойное жилье. Горченко бесила еще и то, что дочь с мужем переоборудовали квартиру в офис фирмы, директором которой был супруг Марии Александр Королев. Дело дошло до суда. Жилплощадь разделили. С тех пор мать и дочь ни разу не встречались. Но второй виток скандал с недвижимостью Людмилы Горченко вышел уже после смерти актрисы. Людмила Марковна завещание не оставила. Она понимала, что ее наследство достанется двум самым близким ей людям, дочери Марии и мужу Сергею Сенину. Увы, именно отсутствие завещания стало причиной многолетних судебных разбирательств между родственниками актрисы. Дербанят имущество великой актрисы. Вот такие громкие заголовки выходили. Денег на счетах у Людмилы Марковны не было. Драгоценности, в которых она появлялась на публике, оказались бижутерии. Но на дачу, квартиру и два автомобиля актрисы претендовали и дочь, и вдовец. Дача была поделена между наследниками пополам. Половину Сенину, половину Марии Борисовича. Было две машины, они тоже были поделены в долях. Машины наследники продали и просто поделили деньги. Впрочем, основной причиной конфликта стала именно квартира актрисы на патриарше. Поскольку квартира была приобретена ими в браке с Людмилой Гурченко, то, соответственно, половина квартиры принадлежала изначально Сенину, а вторая половина являлась наследством. Поэтому в результате наследования Сергей Михайлович стал собственником трех четвертей квартиры, а Мария Борисовна – одной четверти. И вдовец, и дочь актрисы, разумеется, были таким решением недовольны. Сергей Сенин разменивать жилье не собирался. И однажды Мария Королева появилась на пороге квартиры на патриарших прудах с милицией и телевизионщиками, требуя предъявить ей вещи и драгоценности матери. Родственники делали все, чтобы эту квартиру продать, уничтожить вещи, я не знаю, что разделить. В общем, какой это был сумасшедший дом. В конце концов, Сенина Королева все-таки договорились. В обмен на четверть квартиры дочь получила целиком загородный дом и доплату. Что касается остального имущества, были шубы, которые Сергей Михайлович передал дочери Людмиле Марковне. Здесь все осталось так, как было при жизни актрисы. Память о знаменитой жене супруг пытается сохранить до мелочей. В квартире Людмилы Гурченко Сергей Сенин устроил музей, а сам переехал жить в Подмосковье. Снял за городом небольшой этаж, и мы с собаками туда отбыли, где продолжаем жить уже в течение пяти лет. Сенин убежден, а Людмиле Гурченко непременно должны знать и помнить потомки, а также ее внучка и правнучка. Но они к наследию актрисы ни малейшего интереса не проявляют и ни разу не переступали порог этой квартиры. Мария Королева, единственная дочь актрисы, скончалась в 2017 году от сердечной недостаточности. Однако битва за наследство ее матери продолжается до сих пор. Теперь на кону дача, которую не могут поделить внучка Елена и ее отец. Вот сегодня я знаю, что дочка Машина, дочь, судится с отцом. Я думаю, после этого уже все ясно об этой семье. После скандальной истории с наследством супруги Сергей Сенин надумал завещать музей Людмилы Гурченко государству. На родственников у него надежды уже нет. Бывшая экономка-певица Лидия Руслановой проснулась среди ночи от настойчивого стука в дверь. Накинув на плечи старую, заштупанную в нескольких местах шаль, шаркая стоптанными тапочками, старушка пошла открывать. Гражданка Егорова рявкнул с порога человек в штатском и мельком показал удостоверение сотрудника госбезопасности. А потом протянул бумагу. Увидев почерк хозяйки, старушка схватилась за сердце. Передай шкатулку этим людям. Через несколько минут она, кряхтя и охая, вынесла тяжеленный ларец из красного дерева. Откинув крышку, сотрудники НКВД остолбенили. Ящик был до краев набит драгоценными камнями и ювелирными украшениями. У Лидии Руслановой в жизни было две страсти. О первой знали миллионы ее поклонников. Этой страстью была русская песня. Голос великой певицы, казалось, лился из самого сердца. А крестьянский сарафан довершал точно выстроенный образ. В ней сочетается очень большое количество очень разных эмоций, которые сочетаются в душе у русского человека. И они удивительным образом отображаются в ее голосе. А второй страстью Руслановой было коллекционирование живописи. На полотна великих художников она тратила почти все свои гонорары. Там был Репин, там был Брюлов, там были очень хорошие. Там был Ирерих, там был Кустодиев, там был Айвазовский и так далее, и так далее. А еще певица собрала уникальную коллекцию ювелирных украшений. Лидия Андреевна на глаз безошибочно могла отличить бриллиант от выращенного в лаборатории фианита. 208 каратов бриллиантов. Причем крупные были, по 12, по 13 каратов. Представляете, что это такое было? Во всем, даже в сугубо бытовых делах, чувствовался размах и широта русской души певицы. Она любила застолья и закупала продукты в промышленных количествах. Она привозила клубнику, корытом, раков, мешок из Ростова. Все масштабно, она не мелочилась. Она и вправду не разменивалась по мелочам. Если серьги, то с бриллиантами. Если муж, то генерал. Ее супруг Владимир Викторович Крюков ничего не жалел для любимой жены и окружал ее дворцовой роскошью. Знаете, люди хорошие, очень быстро привыкают. И у них уже такое чувство, что они имеют принадлежность к какому-то графскому роду. Они просыпаются в другом, понимаете, измерении, в другой обстановке. И уже отношение к миру у них трансформируется и меняется. У супругов были две квартиры в центре Москвы, набитые до потолка антиквариатом, четыре иномарки премиум-класса, двухэтажная дача в Баковке. И всего одна наследница. Генеральская дочь Маргарита, которой Лидия Андреевна заменила мать. Да, мама усыновлена. Это моя вторая мама. Я считаюсь ее дочерью. Что осталось от гигантского наследства великой певицы? Кто теперь носит ее бриллианты? Куда делась коллекция живописи? И какую цену за свое богатство заплатила звезда эпохи? В первые ряды известных народных исполнителей Русланова пробилась вскоре после революции и стала постоянной участницей правительственных концертов и банкетов. Она что-то спела, Сталин ее так приобнял, говорит, молодец, хорошо поете. А Лидия Андреевна набралась, она так и сама говорила, наглости и сказала, Иосиф Васильевич, товарищ Сталин, а это 30-й год, по Волжи, голод по Волжи, если вы помните. Она говорит, вот мои земляки там умирают с голоду буквально, не могли бы им помочь, а? В Кремль ее после этого больше не приглашали. Что, впрочем, не помешало Руслановой стать самой популярной и высокооплачиваемой певицей до военного времени и военных лет. За годы войны она дала 1200 концертов под пулями и бомбежками. На вырученные деньги Русланова купила две батареи минометов «Катюша» и подарила их к корпусу своего супруга, генерала Крюкова. Прямо было написано на дверцах машины все от заслуженной артистки Лидии Андреевны Руслановой. А бойцы их звали не «Катюшами», а «Ледушами». Русланову посадили через три года после победы. Неужели Сталин так и не простил тот Димарш на банкете? А может, дело было в бриллиантах, которые она прятала в печке у своей экономки? Или в трофеях, которые привез с войны ее муж? По материалам следствия, у них конфисковали две дачи, три квартиры, автомобиль Хорьк 951А, два Мерседеса, Ауди, антикварную мебель, сотни шкурок каракуля и соболя, километры тканей, старинные ковры и габелены. Вот описи имущества на даче в Полушкино. Не удивляйтесь, тут такие есть нюансы и хорошие, и просто ужасные. 44 велосипедных насоса, 350 катушек фотопленки, 10 метров парчи, 140 кусков мыла заграничного, 50 пар шнурков для обуви, 47 банок гуталина. Русланова получила 10 лет, крюков 25. Печально известная 58-я статья. Антисоветский заговор. Вся недвижимость, имущество, коллекция картин и шкатулка с бриллиантами, которые Русланова собирала с 30-х годов, были конфискованы. А 14-летняя Маргарита осталась без родителей. Семья воссоединилась только спустя 5 лет, после амнистии 1953 года. Похудевшая с седыми прядями приехала из Владимирского централа Лидия Андреевна. Чуть позже вернулся ее муж, генерал Крюков, отбывавший срок в Сибири. Первое время жили у друзей. Из имущества супругам вернули только картины, которые все это время хранились в Третьяковской галерее. Порядка пяти картин, и мама оставила. Это прежде всего завтрак детский, это мамина картина. Потом брата Репина в красной рубахе. Потом Иона там, пейзаж. Все, что Третьяков попросила, мама все оставила. После тюрьмы страсть к коллекционированию ушла из ее жизни. Конфискованная шкатулка с драгоценностями, которые стоили больше двух миллионов, бесследно исчезла. Из былых страстей у Руслановой осталась одна – русская песня. Она снова начала давать концерты. После реабилитации Русланова и Крюков получили четырехкомнатную квартиру рядом с метро «Аэропорт». Но законной наследнице Маргарите Крюковой она не досталась. Потому что за год до ее смерти мой муж ошалел и купил себе нам трехкомнатную квартиру. Мы переехали. А через год мама умерла. И в квартире никого не осталось. Забрала государство. В новую малогабаритную трешку не помещалась антикварная мебель Руслановой. Многое пришлось продать. О былой роскоши теперь напоминает только этот буфет. Когда-то его конфисковали, но он чудесным образом вернулся в семью годы спустя. Вот этот вот буфет купила Наташа Михалкова, Кончаловская. Она потом позвонила, говорит, Лид, у меня твой буфет. Хочешь, выкупи? Мама говорит, хочу. И выкупила. Самое ценное, что осталось в наследство Маргарите от приемной матери – коллекция живописи. Вернее, лишь скромная ее часть. Это фантастика, что тут было. 132 картины, в том числе Нестеров, Репин, Коровин, Маковский, Шишкин, Поленов, Берещагин, Воснецов, Серов, Врубель, Федотов и так далее, Айвазовский и так далее, и так далее, и так далее. Когда-то Русланова мечтала подарить коллекцию государству, чтобы войти в историю как меценат уровня Третьякова. Но после долгих лет тюрем и лагерей передумала. Мама уже по-другому психологически воспринимала наличие этой коллекции. Отнюдь у нее пропало желание дарить ее государству. И это можно понять. Еще при жизни Русланова продала большую часть коллекции картин Минскому государственному музею. За 2500 рублей картину Айвазовского «Последний вздох корабля». За 3000 – работу Бориса Кустодиева «Купчиха с покупками». Всего 49 полотен. Хотя сегодня на аукционе «Сотбис» цены на Айвазовского начинаются от миллиона долларов. А на Кустодиева и того больше. Ну, тогда не было никаких миллиардеров, миллионеров и богатеев. Были трудовые деньги. В 30-е годы Лидия Андреевна потратила немало усилий, чтобы найти родных брата и сестру. Всю жизнь она помогала своей родне, а брату даже купила дом в Саратове. Когда ее не стало, в квартире Крюковых раздался звонок. За своей долей приехала самая предприимчивая племянница – дочь родной сестры Юлии. Женщина была удивлена, что у тети не осталось бриллиантов и требовала поделиться картинами Шишкина и Айвазовского. Московская племянница Рео Земля судилась. Маргарита, значит, чтобы не выносить ссор. Ну, знаете, Русланова и судебные, вот сейчас как эти, ну, кому это нужно? Они сначала хотели картины, там все, а потом, когда им сказали, ну, а деньги вместо картины? Как? С удовольствием. Казалось, Маргарита Владимировна никого в обиде не оставила. Однако, пять лет назад из телепередачи она узнала, что у нее, оказывается, есть брат. 69-летний Юрий Лимов заявил, что он плод любви Лидии Руслановой и не больше, не меньше Георгия Жукова. Ну, это, это, как относится, бред сивой кобылы. У Руслановой Жукову всегда были отношения, прежде всего, через папу, потому что Георгий Константинович относился к маме, как к жене Владимира Викторовича Крюкова. Это, это абсолютно хреновина, абсолютно. Да, Русланова дружила с семьей Жукова, которого называла Георгием Победоносцем. Но о каких бы то ни было амурных приключениях и речи не могло быть, что называется, по определению. Тут все гораздо прозаичнее. Ну, человек круглосуточно на виду. Вы понимаете, вот с его должностью командующий сухопутными войсками. Однако новоявленный сын Жукова идет в атаку, невзирая на мнения родственников и биографов. Примечательно, что модный нынче тест на ДНК на 90% вероятности подтвердил его родство с одной из племянниц певицы, Юлией Лейкиной. Родственники маршала от экспертизы отказались. Впрочем, Юрий Лимов утверждает, что не претендует на наследство ни Руслановой, ни Жукова. Все, что ему нужно, восстановить справедливость. По крайней мере, так, как он ее понимает. В маленькой, давно не видавшей ремонта конторе нотариус, сгорбившись, старательно выводил подпись под текстом завещания. На полу валялись смятые комки забракованных копий. «Ну как? Похоже?» Спросил он помощника, трудившегося за соседним столом. Тут надел очки, сличил две подписи. Услужливо кивнул. «Отличная работа!» «А чье это завещание?» «Михаила Евдокимова, знаешь?» «Так он же погиб в автокатастрофе». «Да, но хорошие люди попросили помочь». 7 августа 2005 года 47-летний губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов ехал на мероприятие, посвященное 70-летию его земляка, космонавта Германа Титова. Скорость ниже 140 км в час его водитель сбрасывать не привык, за что поплатился и сам, и пассажиры лимузина, губернатор, его супруга и телохранитель. Я никогда не видел, чтобы «Мерседес» летал столько метров там по воздуху. Он оказался от дороги, там, метра 25 улетел. Все, кто находился в машине, погибли на месте. Выжила лишь жена Галина. Сотрясение было такой силы, что я ничего не помню. Она говорит, уже очнулась, уже в реанимации. Вдова губернатора и всенародно любимого артиста месяц провела в больнице. Именно там, однажды включив телевизор, она вместе со всей страной и узнала, что у мужа не только были романы на стороне, но и подрастают дети от разных женщин. У меня жён, знаешь, сколько было? Кольцы некуда было одевать. Да любил он женщин, любил, достаточно хорошую, искренне любил. К тому моменту Евдокимов был уже человеком весьма состоятельным. Квартиры в Москве, дача на Рублёвке, дома на Алтае и круглые суммы на счетах. Он мог позволить себе содержать не одну семью и даже не две. Оказалось, что семей было три. Землячка Евдокимова, Надежда Жаркова, растила их дочь Анастасию. На момент гибели отца ей было почти 10 лет. А ещё у губернатора Алтайского края сложились весьма задушевные отношения с моделью Инной Беловой. Их сыну Даниилу через 4 дня после смерти Евдокимова исполнился год. Ну, что, бабы, бабы, размножались, конечно. Не только для законной жены эта широта души супруга стала настоящим шоком. Я знал только Галю, Галину Николаевну, и Анечку, дочку. Рядом с ним, во всяком случае, я не видел ни одной женщины. А дальше начался кошмар. Жёлтая пресса мусолила подробности личной жизни Евдокимова. Подсчитывала деньги. Тогда никто не мог себе представить, что война между женщинами Евдокимова за его наследство продлится целых 6 лет. С Галиной, законной супругой, Михаил познакомился в Нижнем Тагиле, где проходил срочную службу. Благополучие пришло не сразу. Даже свадьбу играли на родительские деньги. Но каждый день Евдокимов приходил домой с охапкой цветов. Галина, допустим, она не любит, когда ей дарят сорванные цветы. Она говорит, это мёртвые цветы. Мёртвые цветы нужно дарить мёртвым. А Михаил любил ей дарить полевые цветы. Стремительной карьере. От грузчика в обувном магазине до звезды эстрады Евдокимов был во многом обязан супруге. Она всегда была рядом. Ни минуты не сомневаясь, рванула вместе с мужем в Москву и вообще была готова ради него на любые подвиги. Он с Галей поселился у чёрта на куличках, где-то за ВДНХ, я не помню, за Свиблова где-то. И поселились они в полуподвале. А Галя устроилась дворником, чтобы временную прописку получить. Миша стал знаменитым буквально мгновенно, можно сказать. То есть вечером по телевидению показали его выступление с рассказом «Баня». На следующее утро, как Миша говорил, я, говорит, проснулся уже знаменитым. Я вышел во двор, говорит, и меня тут же уже все в нашем доме начали узнавать. Миша выходил, читал. Огромный успех был, плейсменты, люди вставали, кричали, браво. Вот он был народный герой. Народный герой и любимец женщин приехал однажды с концертом в Бийск и встретил подругу детства, Надежду Жаркову. Она была замужем, но устоять перед обаянием артиста не смогла. Когда после концерта пошли к нему за кулисы, чтобы пообщаться, как-то так разговаривали, и все, и вот что-то вот уже окончательно торкнуло. Завязался страстный роман. Михаил снял Надежде квартиру и взял на работу костюмером. У нас ведь договоренность была уже, как говорится, вот на этом берегу. То есть сразу же, вот, когда у нас уже начались серьезные отношения, мне вот сразу сказали, говорит, только мне не ревны Галки. Евдокимов сразу предупредил любовницу, что семью, жену, дочь Анну никогда не бросит. И Надежда приняла правила игры. Человек слабо, он человек, он не бросал, никуда не уходил. Ее любил, действительно любил. Любил Галю до последнего дня. Ну, и были увлечения. Кто, значит, увлекался. Это нормальное явление. Но Евдокимов хотел еще детей. И, не дождавшись второго ребенка в браке, уговорил Жаркову родить. Естественно, после рождения дочери Надежда перестала ездить с Евдокимовым на гастроли. И через какое-то время узнала, что Михаил, так же, как в свое время и ее, устроил костюмерший в свой коллектив девушку по имени Инна Белова. Первое время, конечно, даже сомнений нет, что только я и больше никого. Вот. А потом уже как-то, какое-то время прошло, уже стали слухи доходить. Они познакомились в московском ресторане. И вскоре бывшая модель родила юмористу сына. А это мой сын. Вася. 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 Евдокимов был щедрым человеком. Его любимые женщины ни в чем не нуждались. Он регулярно приезжал и принимал участие в воспитании детей. Любви, внимания и денег хватало на всех. Преданность мужская. Вот если сказал, значит, сделал. Это надежность. Что никогда не подведет. Всегда вот он... И даже если я вот обижусь, он это видит, чувствует. Он скажет, ну, если виноват, прости. Дюль, ну, прости. Ну, я же тебя люблю. И все. И сразу все проходит. Женщины Евдокимова встретились на его похоронах. Жаркова забеспокоилась о наследстве сразу же, как только услышала о гибели Михаила. Галина еще лежала в больнице, а Надежда уже заявляла в телеинтервью, что ее дочь имеет право на миллион долларов. Это Надя. Только он только умер, она стала уже шребать, побегать по всем документам, по юристам, сколько у нее не движемся. Инна Белова напротив вела себя подчеркнуто скромно и тихо. С журналистами не общалась, на наследство не претендовала. Чем вызвала симпатию законной супруги и друзей Евдокимова. И Галла подружилась с девочкой, которая, так сказать, темнокожая, замечательная человек, оказалась она поступной, оказалась очень порядочным человеком. Впрочем, скорее всего, дело тут не только в порядочности. Их общий с Евдокимовым сын, хоть и походил на папу, как две капли воды, был записан на фамилию матери. А значит, в суде пришлось бы доказывать его родство. Нужно было получить биологические объекты для исследования от Михаила Евдокимова, который, как известно, к тому времени уже был мёртвый похоронен. Более того, чтобы провести эту, ну, изгумацию даже, допустим, для этого должны дать разрешение родственники. А вот у Жарковой на руках были все козыри. И она немедленно ринулась в боль. Я ради ребёнка, конечно, ради чего? Она же родилась вне брака, но она законная дочь. Фамилию дал папа ей свою. Поэтому она являлась законной наследницей. По закону Анастасии полагалась одна шестая доля наследства. Его список впечатляет. Квартира на Старом Арбате площадью больше 200 метров. Квартира на Беговой. Гараж. Земельный участок на Алтае. Дело пошло. Сначала я пыталась по мировому соглашению как-то всё это через адвокатов общаться с Галиной Николаевной. Ну, не получилось у нас. И потом уже дошло до суда. Вдова Евдокимова Галина делиться не собиралась. И спустя полгода после гибели мужа неожиданно обнародовала его завещание. Правда, выглядело оно довольно подозрительно. По данному завещанию всё наследство полагалось супруге Галине Евдокимовой. Жаркова не поверила, что любимый мужчина мог так поступить с их общей дочерью. И обратилась в суд с требованием признать документ недействительным. Дело в том, что умирать Михаилу не собирался. Это была трагическая смерть. И об этом завещании не было ничего совершенно известно. И оно вызвало большое сомнение. Судебные тяжбы шли несколько лет. Нотариус из Бийска, который составлял загадочное завещание, так и не отправил в московский суд оригинал документов. И не предъявил журнал регистрации. Потом выяснилось, что это завещание вдруг было написано в Бийске подозрительно. Потому что, когда мы узнали, какого числа оно было написано, опять вопрос у нас возник, что в этот день он просто не мог быть. За собственные деньги Жаркова сделала почерковеческую экспертизу. Оказалось, что документы правда липовые. Суд признал завещание недействительным. Галине Евдокимовой пришлось сознаться. Да, это фальшивка. Только в этот момент законная супруга и любовница Евдокимова наконец договорились. Один объект в виде недвижимости дачи передано было несовершеннолетней Анастасии. И таким образом было заключено мировое соглашение. Сегодня Надежда с дочкой и новым мужем живут в доме на Рублевке, где раньше они часто встречались с Михаилом. Галине Евдокимовой и ее дочери Анне отошли две квартиры в Москве, земельный участок в Алтайском крае и гараж. Единственному сыну Евдокимова Даниилу ничего из имущества его отца не досталось. Впрочем, еще при жизни Михаил Сергеевич купил его матери Инне Беловой квартиру и дорогой автомобиль. К тому же бывшая модель недавно удачно вышла замуж, родила еще одного сына и ни в чем не нуждается. Если бы не мы, тогда откуда вам сейчас взять население, если бы мы сверх плаву не рожались-то. Сегодня обиды улеглись, войны закончены и все три женщины Евдокимова встречаются каждый год в день его гибели на могиле их любимого мужчины. Им больше некого и нечего делить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова